Всем привет! Я уже делал обзоры на все эти ножи, как бы, тут не хватает, правда, с карбоновой версии с 35-кой, от декории или от фенга, кому как удобнее. Но под каждым, смысл этого видео в чем заключается? Под каждым видео, под каждым обзором на каждые из этих ножей, плюс на разных формах, везде читаю одну и ту же фразу. Вот если бы китайцы сделали этот нож не на подшипниках, а на шайбах, вот если бы сделали, было бы вот класс, если бы шайбы, 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 шайбы. Как говорится, хотите, получите. Нож поставлен на шайбы. Шайбы сделаны из бронзы, правда, бронза обыкновенная, не бериллиевая, но, скажем так, из того, что было сделано. По полу, что изменилось или какие ощущения? На камеру это передать, конечно, тяжело, но, скажем так, центровка удалось добиться по центру, клиночек по центру стоит. Он еще, скажем так, за счет жесткости немножко ходит, но, скажем так, можно сказать по центру. Флип флипует. Флипует из любого положения. Однозначно, скажем так, по сравнению с подшипниками флип стал такой более вязкий, скажем так, более мягкий, ну не мягкий, даже медленный, скажем так. Если на подшипниках он просто аж выстреливает за счет длинной клинка и все, то на шайбах просто флипует. Поэтому тут решать каждому себе, как говорится. Плюс замена на шайбы вернула меня, скажем так, года на 4-5 назад, когда большинство ножей было на шайбах. И после разборки, после чистки приходилось потанцевать с бубнами, чтобы собрать и найти вот эту золотую середину. И клиночек, чтобы остался по центру, и механика, чтобы осталась, и не было люфтов. Повторюсь, в данный момент люфта нет вообще, при этом клиночек, грубо говоря, падает под своим весом. То есть отжимаем и клиночек падает. Скажу так, осевой практически не зажат. Я зажимал так вот, пальцем крутил-крутил, только уперся, все. До этого достаточно, потому что буквально чуть-чуть дальше дожать, хода практически не останется. Поэтому это то, что я говорю всем. Нож на шайбах требует более геморройной регулировки. Да, можно добиться, но это все. Плюс опять же, на ход клинка влияет зажатие не только осевого, а еще вот этого винта. Если на подшипниках ножи затянул, затянул, практически затянул до упора, и нож флипует, то на шайбах однозначно придется найти вот эту вот грань, поиграться, чтобы не было люфта, при этом была механика нормальная, и однозначно нужно садить на фиксатор резьбы вот эти два винта, для того, чтобы они в процессе эксплуатации не двигались. Да, может быть какие-то такие выживальческие, извините за такое слово, характеристики ножа увеличиваются, усиливаются. Там песок меньше будет попадать, или там не знаю что, но однозначно нужно садить на фиксатор. Плюс страдает механика как ни крути. Не могу сказать, что кардинально, плюс еще, скажем так, шайбы только-только поставлены. Возможно, если там попользоваться ножом хотя бы месяц-два, оно вытрет свои посадочные места, выберет все свои зазоры, и механика улучшится. Но пока что, вот, только помененные, есть как есть. Давайте сейчас разберу и покажу, какие шайбы. Ну вот, винты я раскрутил. Теперь снимаем. Задача не просрать вот этот шарик, всем говорю. Он иногда остается впрессованный в рукоятку керамический, иногда в клипсе остается. Поэтому обращайте на это внимание, чтобы не остаться без шарика. Так, убираем. Снимаем. И вот, сам клинок, то, что нас интересует. Сейчас вам протрем. Одна шайба. Не хочет. На смазке сидит. Секунду. Еле выцарапал шайбу. На масле сидела. Не подеть, ничего. Заподлицо сделано. Убираем шайбу. То есть, вытираем шайбу. Вот так вот. Теперь показываю сами шайбы. Одна и вторая шайба. Это дырочки насверленные для того, чтобы смазка сохранялась по принципу, как на сибензах. Чтобы смазка в середине была. Ну и все как бы. Вот эту шайбу ставим. Я не убирал проставочное вот это кольцо. Или как это, шайбу, подшипник. Просто одеваю сюда. А эту шайбу вставляю сюда. И все в принципе. Скажу сразу. Кто захочет повторить эту данную процедуру. Шарики на 111 от Гринторна отличаются от шариков, которые на декоре с D2 и с 35-кой. Отличаются именно размером. Здесь размер шарика 1,51 мм. На всех остальных ножах 1,58 мм. То есть, на всех практически ножах, что от Гринторна в последнее время идут. Неоны, F7 и все. Размер шарика в подшипнике 1,58 мм. А на данном ноже именно... Сейчас покажу. Так они у меня лежат. Разбросанные. Главное не потерять все. Так вот у нас 1,51 мм. Как-то так. Ну, все. Как говорится, кому интересно, может себе заморочиться с такой же фигней, как бы. Но хочу подвести итог, что механика чуть-чуть ухудшится, а, скажем так, практическая составляющая, ну, я думаю, что однозначно увеличится. Сложного здесь ничего нет. Только единственное, поиграться с регулировкой и потом немножко... Не немножко, а посадить осевой на фиксатор резьбы. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok